Приветствую вас на канале видеоохота, сегодня речь пойдет о кучности и резкости боя охотничьего ружья. Вы знаете о том, как определить эти показатели, какие нужны для этого инструменты и формулы. Первым делом определимся с понятием кучности. Какое существует определение? Под кучностью понимают количество дробин на единицу площади цели. Если вернуться в предыдущее видео, то мы рассматривали изготовление стадольной мишени для пристрелки. Именно такая мишень служит площадью цели. Здесь следует просто посчитать количество дробин, которые в нее попали с расстояния в 35 метров. Предварительно нужно знать общее количество дробин, которые снарядили в патрон. Например, в патроне 12 калибра содержится 32 грамма дроби, что соответствует 340 дробинкам. Допустим, что в круг стадольной мишени попало всего лишь 207 дробинок, то кучность будет составлять 61%. Как же получится такой процент? Все очень просто. Необходимо 207 разделить на 340 и умножить на 100 и вы получите 61%. Какая же кучность считается нормальной для ружья? Все зависит от дульного сужения вашего ружья. Например, для ствола с цилиндрической сверловкой кучностью в 35% можно назвать нормой, для цилиндра с напором это уже 40%, для получока 55%, для среднего чока 65%, а вот для сильного чока это 75% и более. Что касается резкости боя, то под этим понятием подразумевается способность дробин проникать в поражаемую ими среду и разрушать ее. Чем больше резкость, тем лучше считается бой ружья. Определить ее можно с помощью сосновой доски, которую ставят под мишенью. Если центральные дробинки углубились с дерева на 2 своих диаметра, то резкость считается удовлетворительной. На 3 хороший, на 4 отличный. Измерить глубину проникновения можно с помощью штанг циркуля. На этом все. С вами был канал видеоохота. До новых встреч!